Здравствуйте! Если банальные розы с пионами, которых действительно полно в любом саду, вам уже наскучили. Пора подыскать для цветника более необычные растения, чтобы и участок украсить, и свои навыки цветовода прокачать, да и окружающих удивить. И действительно фантазия живой природы настолько безгранична, в дикой природе столько растений разнообразнейших форм, размеров и расцветок. Что порой даже обидно становится за наши стандартизированные клумбы, на которых годами выращивают один и тот же привычный перечень растений. Максимум на что отваживаясь порой так это на приобретение саженца нового сорта. Спасибо за поддержку лайками и комментариями, а мы продолжаем. Давайте попробуем выбрать для цветника самые смелые и необычные формы, самые странные и космические растения разумеется с условием, что таковые на дачной клумбе можно вырастить без особых проблем. Ну и начнем мы подборку с целлозии серебристой. Это растение с массивными бархатистыми уплощенными соцветиями оригинальной формы. Целлозии из семейства амарантовый и весьма неприхотлива, поэтому вырастить его не составит труда даже новичку. Этот многолетник родом из Юго-Восточной Азии. В средней полосе выращивают в качестве летника. Целлозия не боится засухи, всегда выглядит эффектно, долго цветет, отлично стоит в срезке. Растение любит водопроницаемую плодородную почву, тепло, защиту от ветра и яркий рассеянный свет, в уходе же совершенно не капризно, только не забывайте регулярно поливать. Существует множество сортов целлозии с соцветиями и листьями разной формы и оттенка, причем уверяем, любой из них станет изюминкой вашего садового участка на зависть соседям. У целлозии серебристой есть еще одна садовая форма, это амарант перистый с соцветиями и метелочками. Выглядят такие растения чуть менее экзотично, чем петушиные гребни, но заметны на клумбе не меньше, благодаря своему крупному размеру и яркости оттенков это желтый, оранжевый, темно-красный и розовый. Краспедия шаровидная – это ярчайшие золотые шары, раскачивающиеся на высоких тонких ногах, которые выходят из розетки красивых серебристо-серых жестких листьев. Засеянный краспедией участок производит поистине футуристическое впечатление. Растение это добралось в наши широты из далекой Австралии лишь в 80-е годы 20-го столетия. У себя на родине этот травянистый многолетник, а в условиях средней полосы выращивается как однолетняя культура, холодостойкая и засухоустойчивая. Размножают краспедию рассадным способом семенами, их высевают в феврале, а в открытый грунт рассаду высаживают в конце мая или начале июня. На участке растения поселяют в хорошо освещенном месте с легким песчаным или с углинистым плодородным грунтом нейтральной кислотности и регулярно поливают. Особенно это критично в начале роста и в засушливые периоды, не менее трех раз за сезон вносят комплексные минеральные подкормки и ждут необычного цветения, которое приходится на август и сентябрь. Кстати, после срезки, в засушенном виде, цветок сохраняет плотность головки и яркость окраски, за что очень ценится флористами. Значительную жесткость сохраняют также цветоносы, за что растение получило свое неофициальное наименование – барабанные палочки. Многие считают кальциолярию исключительно комнатным цветком, однако, уверяем вас, существуют и виды, которые будут прекрасно себя чувствовать в саду в качестве летника. Главное достоинство этого сильноветвистого, травянистого растения с густо опушенными зелеными листьями – крайне необычные и очень яркие, часто крапчатые цветки. Которые напоминают или крохотные сплюснутые воздушные шарики, то ли китайские фонарики в миниатюре, народное название и вовсе гласит, что это дамские сумочки. В открытом грунте, в зависимости от условий, кустики кальциолярии вырастают 20-40 см высотой. Растения предпочитают самые теплые на участке места без холодных сквозняков, с ярким рассеянным светом, влажные и плодородные рыхлые почвы. Из ухода кальциолярии показан обильный полив, так как она не переносит пересыхание почвы, да и хорошая влажность воздуха и подкормки раз в неделю. В саду при должном уходе кальциолярия цветет с июня до самых заморозков и во время цветения покрыта целым облаком цветков. По своему вкусу вы можете выбрать сорта кальциолярии с желтыми, алыми, оранжевыми и даже кирпично-коричневыми цветками. Осенью можно пересадить кальциолярию в горшок и поставить зимовать в светлое помещение с температурой не выше 10 градусов. Лунария, лунник, цветок денежка – это растение семейства капустной на первый взгляд совершенно обычное, ее тонкие зеленые сердцевидные листья с чуть зубчатым краем. Рыхлые метелки лиловато-белых или душистых фиолетовых цветов, привычного для семейства вида. Всю свою оригинальность растения проявляют лишь осенью, когда на месте цветков появляются плоды, стручки с семенами необычной формы, стручки эти не вытянутые, а округлые и почти плоские. Сперва зеленые, потом коричневые. Когда верхние створки стручков высыхают и опадают, на растении остаются висеть крупные тончайшие округлые или липсовидные пленки с перламутровым блеском. Эти монетки в изобилии украшают лунник, переливаясь и тихонько шурша на ветру. А еще растения очень любят флористы, украшая веточками с монетками зимние букеты. Лунник предпочитает рыхлую, хорошо увлажненную и удобренную почву, легко размножается вегетативной и семенами. Если лунник однолетний требует освещенных участков, то его собрат лунник оживающий прекрасно будет расти и в тени. Многие комнатные цветоводы знакомы с пассифлорой и часто выращивают этот космический цветок на подоконнике, то представить эту культуру в саду сложновато. Ну никак не верится, что растение с такими тонкими перистыми листочками и яркими хрупкими экзотическими цветками может полноценно украшать ту же подмосковную дачу. Оказывается, может нужно лишь подобрать подходящий вид из нескольких сотен существующих. Так, в средней полосе следует обратить внимание на пассифлору, однолетнюю грациевидную или другое название страстоцвет изящный. А в более южных регионах в открытом грунте прекрасно будет существовать и пассифлора голубая. Культура неприхотливая и быстрорастущая, практически ничем не болеет, представляет собой лазающую лиану длиной до полтора метра с многочисленными голыми густооблиственными стеблями, длинными цепляющимися усиками и зелеными трехлопастными листочками. В конце лета появляются коронованные бело-пурпурные или бела-голубые цветки, а в дальнейшем – ярко-красные плоды и ягоды. Растению в саду обязательно нужна вертикальная опора, выбирайте для него самое теплое и солнечное место без сквозняков, идеальными будут южный забор или стена. Малюцело или ирландский колокольчик относится к яснотковым и внешне представляет собой высокое ветвящееся растение высотой до 1 метра или более с зубчатыми листьями и небольшими белыми ароматными цветками, заключенными в широкие яблочно-зеленого цвета чашечки, которые многие собственно и принимают за сами цветки. Именно колоски этих плотно сидящих чашечек на прямостоячих стеблях и придают малюцеле необычный вид. Более того, осенью ткань чашечек начинает разрушаться и тогда эти колокольчики становятся серебристо-ажурными. Цветет растение до 10 недель, стебли малюцелы часто используются для составления зимних сухих букетов. Культура не морозостойка, предпочитает полное солнце и умеренно влажную и питательную, но хорошо дренированную почву с большим содержанием песка. Уход за растением обычный, полив в засушливую погоду, минеральные подкормки раз в две недели категорически запрещен в качестве удобрения навоз. Лещина-конторта или крученое дерево. На самом деле это не отдельный вид деревьев, а всего лишь одна из садовых разновидностей лещины обыкновенной, точнее даже лишь мужская ее форма. Мимо этой лещины вы точно не пройдете равнодушно, искривленные, сильно закрученные в невообразимые кренделя. Побеги дерева с морщинистыми листьями навевают мысли о сказочном лесу с не очень добрыми персонажами. Растения наиболее декоративны именно без листьев зимой и поздней осенью, когда деформированные ветки видны во всей красе и поистине может служить декорацией к мифам и легендам. Их вы для своего участка можете придумать сами. Цветет этот высокий кустарник, как и все его родственники, рано в начале весны желтовато-коричневыми сережками. Хорошо переносит полутень или даже тень, хотя предпочтет солнечное место, не любит сильно кислых почв, засухоустойчив и зимостоек, плодоносит редко, особенно в тени. Размножают его прививкой или корневыми отпрысками. Обрезку рекомендуется производить поздней весной, оставляя только несколько наиболее эффектных побегов. Лещина сорта конторте, как правило, продается в привитой форме, поэтому корневые отпрыски удаляют. Какие еще необычные растения способны сделать вашу клумбу неповторимой? Обратите внимание на сангвинарию, василисник, маклию, аризиму, хебе, перовскию, ясенец, ремурус, черный кольник, фрилитонии, эрику и мордовник. Поверьте, любознательному садоводу даже в средней полосе всегда найдется чем таким эдаким разнообразить цветник на участке. Мы надеемся подсказали вам несколько удачных вариантов. Ну вот и все на сегодня. Все эти растения можно приобрести, перейдя по ссылке в описании или в закрепленном комментарии под роликом. Также переходите по ссылкам на другие платформы с нашим каналом. Ссылки также найдете в описании под роликом. Спасибо за просмотр и до новых встреч!